Мы начинаем, да, прошу? Добрый вечер, и готовить вопрос к вам, Ирум, как к гостю канала «Россия». Ну, закончилось совещание по социально-экономическому развитию региона с учетом участия в нас в проектах. Какой главный итог этой сегодняшней встречи? Все-таки хотелось бы всем понять. Ну, обсудили один из основных сейчас вопросов, которые нам всем нужно решать. Это реализация указа президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который касается национальных проектов по 12 ключевым направлениям развития нашего общества и в конечном счете, как говорится, для улучшения жизни людей. Обсудили достаточно подробные и основные направления, этапы. Все организационные мероприятия, на мой взгляд, руководства Саратовской области прошло. Готовность к подписанию всех документов в установленные сроки к 15 февраля есть ресурсами, финансовыми и другими. Обеспечена область в течение ближайших трех лет порядка 28 миллиардов из федерального бюджета. В целом предусмотрено 35 миллиардов на реализацию проекта. То есть это серьезные деньги, которые позволяют надеяться на успешную реализацию этих проектов. Что касается конкретных направлений и вопросов, то традиционно большого внимания уделялось в медицине и вопросы рождаемости, смертности, обслуживания населения и детей, конечно, в приоритете. Подробно рассказал руководство Саратовской области о тех мерах, которые будут предприниматься. Проблемы обсуждались из острых, если говорить, то это аварийное жилье, обманутых дольщиков. Также здесь предусматриваются конкретные планы и меры. Но традиционно одна из слабых сторон, это она для всех России, традиционно одна из причин, это дороги и их состояние. Здесь надо сказать, что серьезные мы надежды возлагаем на национальные проекты, и безопасным дорогам, мы надеемся, что президентский проект серьезно улучшит ситуацию в области. В целом, если говорить, и мы это обсуждали, в этом году средства на реализацию вопросов, которые призваны решать национальные проекты, увеличиваются из федерального бюджета фактически на треть. И это означает не только увеличение количества денег, но и объем работы, который нужно сделать. Потому что самое главное, не только ресурсы, которые выделяются на эти средства, а те конкретные результаты, которые, как сказал Владимир Владимирович Путин, люди должны увидеть в ближайшее время. Для этого нужно серьезно поработать, и вот этот плановый объем дополнительных работ, увеличение работ в области нужно обеспечить. Этому было уделено серьезное внимание, и я думаю, что, выражу общее мнение, что есть все основания считать, что работы эти будут выполнены. Валерий Васильевич, вопрос, насколько регион все-таки готов к непростым, но так важным целям? Он скажет, что мы в завершающей стадии подписания соглашений, и уже электронная версия по большинству направлений в работе. И сегодня мы проинформировали именно комиссию под председателем Центрального бюджета, что Саратовская область готова к реализации национальных проектов на территории нашего региона. Надо отметить, что направления все такие очень важные, отражены, где мы будем участвовать в программах, а это все 12 направлений, за 6 лет более 200 объектов, почти 80 миллиардов рублей. Это беспрецедентная такая сумма. Мы просто за последнее время, по всем этим направлениям, у нас таких вложений не было. Поэтому очень важно это образование, здравоохранение, дороги, культура, спорт, практически все, что сегодня беспокоит наших жителей. Но самое главное, мы не только обсуждали, как мы готовы по всем направлениям, но какие еще остаются вопросы или предложения. Мы высказали тоже свои предложения, это и по проекту по оздоровлению Волги, потому что протяженность одна из самых больших по территории Саратовской области, и есть вопросы, которые необходимо дополнительно и предложение обсудить. Мы проговорили по образованию, что кроме только возведения строительства новых объектов, внимание бы надо уделить действующим. Это не только наша территория и другие территории об этом вопрос создают, потому что где-то 300 объектов примерно уже износ 50%. Ну и, конечно, немаловажно в рамках агломерации дополнительно рассмотреть возможности, чтобы именно как раз на рельсовое направление, рельсовое хозяйство, дополнительно выделять ресурсы для того, чтобы все-таки задачу, которую мы перед собой ставим, скоростной трамвай, ее реализовать. Вот эти вопросы, они сегодня, или предложения есть на повестке дня, и мы их тоже сегодня поставили как бы в повестке и отразили. Ну и одно хотелось бы сказать. Конечно, нам сделать надо все, чтобы наши жители все-таки оценили изменения, изменения в лучшую сторону по всем этим направлениям, начиная уже с текущего года. Спасибо. Игорь Анатольевич, Вы начините на Дуркалине и Тартас. Хотела бы задать наполевший для нашего региона вопрос, вопрос сборки снега. Мы понимаем, что в этом году выпало аномальное количество осадков, но, к сожалению, проблема эта долгоиграющая, особенно в областном центре могу как жительница сказать, что у нас есть действительно большая проблема с очисткой дорог, и парковок, и тротуаров, и крыш. И в связи с этим я хотела бы спросить, какая ситуация сейчас с оснащением техникой в Саратовской области, и сильно ли мы отстаем в этом вопросе от других регионов ПФО, и какие меры будут предприниматься для того, чтобы эта проблема перестала быть долгоиграющей, как были и предыдущие у нас годы, и этот год, и в следующем году мы бы уже могли ходить, видеть тротуар и спокойно ездить на своих машинах и на общественном транспорте. Действительно, Вы правы, и мы видим и по обращениям граждан, и посредством массовой информации, и, на наш взгляд, это такой один из острых вопросов, болезненных для жителей Саратовской области, и именно поэтому сегодня у нас было отдельное обсуждение, совещание по решению этого вопроса, с привлечением всех служб с этим связанных. И Вы правы, что были аномальные явления, существенное превышение объема выпавших осадков. Здесь, на самом деле, многое зависит от того, как сработают все службы, насколько смогут мобилизовать ресурсы, также экстраординарные, которые нужно привлекать из других регионов и областей. В свое время и недавно Валерий Васильевич вращался к нам с помощью, удалось мобилизовать, и я хотел поблагодарить Министерство обороны и МЧС за мобилизованную буквально в очень короткие сроки технику. Видим, что ситуация улучшается, но она не решена. И мы видим, что не все работают в Саратове трамвайные маршруты, есть серьезные перебои и задержки в работе общественного транспорта. Порядка 42 населенных пунктов на середину дня у нас в Саратовской области не были доступны для транспортного сообщения. И сегодня мы обсудили конкретные меры, что необходимо. Значит, понятно, необходима дополнительная мобилизация транспортных средств для вывоза снега, потому что просто расчисткой здесь уже не обойдешься. И в этой связи мы обсуждали конкретное количество и как можно с помощью и ДИБДД дополнительного просьба линии МЧС и других регионов реализовать технику. У региона есть конкретные планы, есть обязательства. И мы надеемся, что в ближайшие сутки у нас будут решены вопросы по транспортной доступности населенных пунктов в Саратовской области. Именно такая задача была поставлена этим совещанием. И также в это же время, в ближайшие сутки, будет нормализована работа общественного транспорта, включены практически все маршруты его работы и нормализовано будет движение. По вывозу снега, насколько я понимаю, вот немного больше ползимы, объем вывоза уже в два раза превысил по данным, которые были представлены весь прошлый зимний сезон. Здесь требуется мобилизация дополнительного транспорта, и мы будем оказывать содействие и помощь. Но мы видим, что и городские власти, и региональные власти понимают непростую задачу, и взяли на себя обязательство в короткие сроки эти вопросы решить. Что предстоит сделать с точки зрения организации работы, улучшения ее, а также с точки зрения закупки техники, эти задачи также мы понимаем. И Валерий Васильевич сказал, что уже в конкурсе у нас идут на закупку 40 единиц техники и по Саратову, и по Энгельсу. Надеемся, что и в целом по области будет ситуация улучшаться и изменяться. Если будет необходима помощь, мы будем ее развивать. Валерий Васильевич, Татьяна Никистана, Интерфакс. Понятно, что сейчас снегопады, но есть еще и вторая страна. Видали, да, это грядущая весна. Скажите, пожалуйста, какие-то средства будут предусмотрены в областном бюджете или, может быть, с помощью федерального бюджета, чтобы область не затопила? Мы знаем, у нас болевые точки есть в Саратовской области, районы, которые периодически затопливают. То есть что сейчас делается, чтобы предотвратить ситуацию, которая нас ждет весной? Спасибо. Я хотел бы в пользу случая поблагодарить, потому что, на самом деле, несколько дней назад обратился до поддержки и отдать должное, что моментально до поддержки с тех направлений МЧС, и Минобороны, и Большая Волга, наше обслуживание дорожное предприятие, поступило. И сегодня задача стоит оптимально, сегодня и до утра, все населенные пункты расчистить. Сложно, трудно, работаем круглосуточно. Техника ломается, оно восстанавливано, но сам факт, задача это стоит, потому что это уже дальше нельзя тянуть. Что касается города Саратова, мы тоже мобилизуем все возможное, что есть техники, технический потенциал на территории области, чтобы в городе Саратове сегодня выйти на 35-40 тысяч кубов в сутки вывозить снега. И это будем для того, о чем вы сказали, чтобы предпаводку и ситуацию ее понимать, ее просчитать, будем вывозить до практически самого там теплого весеннего дня. Потому что такой объем снега, это миллионы кубов на территории города Саратова, учитывая наш рельеф, конечно, оставлять нельзя. Этим будем заниматься. Но для этого, соответственно, просим еще техники, для того, чтобы не менее 100 КАМАЗов еще мобилизовать дополнительно, 20 тяжелых погрузчиков мобилизовать дополнительно, потому что выходить надо на 50 тысяч кубов. Тогда мы заметно, и у людей будет понимание, и заметно это убавляться будет наличие снега. Что касается в целом паводка, мы уже такую комиссию начинаем, заседание такой комиссии, все тоже слабые места, все резервы, которые на сегодня имеются, промониторим. Дополнительно, конечно, потребуется специальное оборудование, которое сегодня необходимо именно в нестандартной ситуации. Я думаю, что для этого самое главное у нас есть сегодня возможности. Все остальное по заседанию комиссии по чрезвычайной ситуации, я думаю, что мы в короткое время постараемся приобрести и плавающие средства, прежде всего, иногда, и это нам достает не все перекачивающие станции, электростанции мобильные, и дополнительные автомобили, если потребуется. Ну, то есть надо сегодня организоваться уже, чтобы, на самом деле, вы правы, каждые там 3-4 года у нас бывает мощный паводок, и мы знаем все свои слабые места, знаем свои реки, и Хопер, и Медведица, в том числе Волга, когда у нас уровень в разы поднимается до 6 метров, и вот чрезвычайную ситуацию, конечно, не допустить. А по наличию снега предпосылки к паводку, конечно, есть. Будем работать. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.